Пустующие стены заброшенных промзон Пустующие стены заброшенных промзон одна из примет современных мегаполисов которые в эпоху постиндустриализации определяются, что делать с этим балластом могут ли омские промзоны стать современной территорией здравствуйте, это программа урбанизация и мы говорим о развитии города Итак, тема нашей программы сегодня промышленный апгрейд и говорить об этом мы будем с начальником управления промышленности, инноваций и предпринимательства Департамента экономической политики Омска Игорем Владимировичем Боровиком Здравствуйте, Игорь Владимирович Также у нас в гостях в пресс-центре МКР Медиа Эксперты Андрей Николаевич Ивашкин Генеральный директор Центрального конструкторского бюро автоматика Здравствуйте, Андрей Николаевич Здравствуйте И также с нами сегодня депутат Законодательного собрания Омской области фракция КПРФ Виктор Александрович Жарков Здравствуйте, Виктор Александрович Ну что, можно начинать наш разговор Я так понимаю, что сегодня практически у каждого предприятия в городе есть неиспользуемые площади, да, неиспользуемые территории Это действительно так Ну, в основном, конечно, это касается крупнейших предприятий машиностроительного комплекса которые были флагманами в советское время и остаются флагманами нашей промышленности городской и в настоящее время Ну вот опыт моего общения с коллегами и опыт развития показывает даже на примере завода Баранова и завода полета о том, что те территории, которые не осваиваются сегодня уже очень активно начинают использоваться и осваиваться в связи с тем, что появилась новая работа новая загрузка А то, что ушло, это вот если приводить пример в СИП-завод то уже ушло на сегодня уже используется под какие-то другие цели Коллега сказал про СИП-завод я бы еще сказал завод как Сатурн как электроточный прибор это очень лакомые кусочки были сегодня там развлекательные учреждения сегодня там офисы эти территории не были приспособлены для того функционала в котором они сегодня действуют это неорганизованные стоянки это скопление людей и все остальное поэтому понятно это были 90-е годы и делали так, как каждый хотел но на самом деле этого допускать нельзя Ну вот я предлагаю сейчас посмотреть материал о том, что же у нас делают вот с этими неиспользуемыми территориями и как этот вопрос решают например, в Москве сейчас материал посмотрим это вебинный комбинат номер один бывший насколько я понимал это вообще крупнейший вебинный комбинат в Москве в своем мире для диггера Якова Алексеева идеальная прогулка не по парку или улицам а там, где опаснее и интереснее его маршрут десятки пустующих промзон недостроенное метро полуразрушенная ТЭЦ заброшенный фабричный цеха Яков знает город с другой более неприглядной стороны но за годы промышленного туризма он работник крупного завода к таким видам до сих пор не привык наиболее рационально было бы восстанавливать производство и прочее потому что большая часть заводов в Омской области как минимум имеет пару заброшенных цехов а то и вовсе закрылось уже и это достаточно печально между тем бывшие производственные цеха агрегатного завода стали первым в Омске лофтом на 10 тысячах квадратных метров расположились пока только рекламщики и маркетологи но создатели нового пространства уверяют здесь будет творческий кластер весной выделят площади для выставок и фестивалей еще один этаж завода займет спортивный блок с тренажерами и площадкой для волейбола и отдельно технический этаж с музеем и территорией для школьников это будут небольшие, скажем так, классы куда можно будет отправлять ребенка по направлениям если, например, вы видите, что ваш ребенок больше к технике чтобы он не разбирал вам дома стиральные машинки, холодильники можно будет привезти его к нам он будет здесь учиться делать это почти профессионально кадровый вопрос сейчас ключевой для омских промышленников стимулом для специалистов решили сделать жилье неиспользуемые территории завода автоматики объединения полета дадут под застройку на 13 гектарах возведут детский сад, школу и 80 тысяч квадратных метров жилья уже нашли двух потенциальных инвесторов а реальное производство, по мнению мэрии сегодня должно развиваться уже на других условиях производство становится высокотехнологичным менее материалоемкими и занимает меньшую площадь и так далее с нашей стороны мы создаем условия мы помогаем решить вопрос земельный мы помогаем решить вопрос социалкой а предприятие уже решает вопрос по строительству жилья новые квадратные метры теперь единственное что производят на территориях где в советские годы работали станки 18 жилых высоток уже возводят в самом центре Омска на территории судоремонтного завода по соседству на бывших участках СИП-завода вырастут 12 многоквартирных домов столичные промзоны это 17% от всей площади города в планах власти постепенно избавляться от државого пояса так на территории завода имени Лихачева построят квартиры почти для 40 тысяч человек деловой центр, парк и спортивный кластер но даже в столице реализовать такие проекты непросто к сожалению не всегда есть возможность комплексно и всю территорию депрессивную раскрыть в интересах города потому что как правило очень часто вернее инициаторами такого рода преобразования являются владельцы конкретных земельных участков и к сожалению зачастую такие преобразования и отшляются только в границах уже сложившихся земельных участков ЗИЛ это пока первый столичный проект по масштабной реконструкции промзон его реализации значительно способствует тот факт что и территории производства находятся в собственности правительства Москвы У нас в городе вообще есть представление о том какой процент вот этих территорий не используется Ну процентов 20 скорее всего территорий вот в настоящее время не используется Здесь нужно немножко шире на эту проблему смотреть откуда они появляются в городе Омске то есть если московские мы говорим в Москве решаются проблемы зачастую по освобождению это перенос промышленных предприятий за территорию города либо в другие регионы то у нас в Омске к сожалению территории эти появляются заброшенными потому что промышленность просто закрывается предприятие все-таки беспокоит то что на высвобождаемых территориях на которые не задействованы промышленные производства появляются сегодня не новые промышленные производства не места создания прибыли для города в том числе а торговые точки или в лучшем случае развлекательные точки Это конечно очень печальный факт Это говорит только о том, что никто не хочет промышленностью заниматься. Поэтому мы сегодня имеем ту ситуацию в экономике, которую имеем. Здесь вот еще вот в чем вопрос. Коллега правильно говорил, что нужно очень рачительно подходить к этим территориям и думать, что там делать в первую очередь. Если там не возрождается предприятие, я бы предлагал в первую очередь просчитывать те варианты, что будет после того, как построить, например, какой-то квартал и сколько там будет жителей. Вот, к примеру, сейчас строят на полете, я ничего не хочу сказать плохого, но для своих рабочих хорошо. А кто-нибудь просчитывал, насколько увеличить трафик это, выдержит ли улица Богдана Хмельницкая, вечно забитая в пробках, еще один такой большой квартал. Я бы, наверное, засадил бы все эти свободные территории лесопосадками, хорошими парками, чтобы люди могли куда-то ходить, отдыхать. А то у нас получается так, забор завода, жилой квартал, дорога, все. И, в принципе, некуда уже нашим жителям-то и выйти. Вот здесь, я думаю, мэрия должна очень жестко подходить, а то у нас бывает порой сделали, а затем прокуратура начинает все это опротестовывать. Вот этого бы не хотелось. Игорь Владимирович, действительно, есть ли в городе тоже какой-то план, я не знаю, понимание того, какое должно быть в городе производство? Ведь на основе тех же самых предприятий, которые сейчас пустуют, даже мебельная фабрика, ну неужели нельзя никакое производство сделать? Это вопрос собственника. К сожалению, ни администрация города, ни правительство Омской области вопросы эти регулировать собственниками не может. Если собственник решил продать эту территорию, он ее продаст в любом случае. Мэрия и мэр – это тот хозяин в городе, без которого ничего не может решаться. Да, есть собственник территории, я понимаю, но извините, а собственник должен действовать в интересах жителей города, а не в своих личных корыстных интересах, набить карман и уехать. А жители города Омска должны потом мучиться. Поэтому я еще раз говорю, здесь мэрия должна очень осторожно подходить к застройке этих территорий. И вообще бы я хотел вот что добавить. Город Омск, у нас имеет вообще три промзоны такие развитые. Это северная, ну где находится нефтезавод. Восточная, о чем мы сейчас говорим, это полет, ЦКБА, это техуглерод. И южная промзона, это где трансмаш и завод телевизионный, так называемый, в народе. Так вот, наиболее перспективная эта зона, это северная промзона, это где в районе, еще раз повторюсь, нефтезавода, которая может развиваться, которая стоит правильно по всем экологическим факторам. Вот там нужно развивать производство. А с другой стороны, вот, я тоже не понимаю, вот есть действующее производство, полет и ЦКБА, они действующие предприятия. Там начинают строить жилой квартал. Как это совместимо с экологией? Экспертиза будет на этапе строительства, но давайте немножко отойдем в сторону. Значит, мы сегодня говорим о том, что мы и полет, если говорить о наших предприятиях, пытаемся хотя бы как-то рационально использовать имеющие территории, решая при этом социальные вопросы своих работников, не вмешивая сюда ни город, ни область, никого. Все остальные площадки, которые показаны здесь в руинах, стоят, они вообще никому не нужны, никто ими не занимается. Они будут стоять еще долго. Жилые дома подошли вплотную к нашему забору. Сегодня строятся они и на территории полета, и на территории прилегающего космического проспекта. Наши предприятия являются предприятием радиоэлектронной отрасли и не имеют вредного производства сегодня. Все соответствующие разрешения, в том числе экологические по отведению по сан-зоне, у нас есть. Мы подходим к этим вопросам достаточно серьезно. И мы пытаемся как раз в том числе и приблизить доступность жилья наших работников к тому месту, где они работают, чтобы частично снять ту самую транспортную проблему, о которой мы говорим. Наши люди будут ходить на работу пешком. Хорошо, вот автоматика и полет сами вышли с предложением. А с теми, кто никак территорией не занимается, вы как-то работаете? Естественно, конечно. Да и собственникам всегда заинтересован в развитии своей территории. Но судя по мебельной фабрике не очень. Видите, в любом случае земельный налог они платят. В любом случае они заинтересованы в том, чтобы либо развивать производство на этой территории, либо перевести вот эту территорию, скажем, из промышленной зоны в общественные деловые. Построить опять офисы, где у нас будут сидеть манеджеры. Может быть и жилье. Потому что жилье сейчас строить более, я так думаю, прибыльно, чем... Ну, естественно. Им, конечно, нравится эта земля в центре города, где можно квартиры потом продавать по хорошим ценам. Но вот, как говорил Андрей Николаевич, действительно, где промышленность-то будет? Есть какие-то инициативы, проекты, влэрии разрабатываются? Мы вам скажем, например, НТК «Криогенная техника». Например. Там также есть, скажем, цеха, которые в настоящее время не используются. Они привлекают на свою территорию. Причем они очень хорошо их отремонтировали, эти цеха. Это предприятия, которые соответствуют профилю, ну, головного, так скажем, предприятия, да? «Криогенной техники». То есть это все организации машиностроительного профиля. Что это? В принципе, это практически зачатки уже, ну, какого-то технопарка, инновационного парка. На территории производственного объединения «Эртыш» есть неиспользуемая территория. И в планах предприятия там создать также технопарк. Причем достаточно большой. Это очень хорошо. Вопрос стоит о другом. Если у нас появляется новый инвестор, и он хочет разместить новое производство, мы должны предоставить ему территорию в индустриальном парке, который наиболее логично все-таки распределять в северной промышленной зоне. Это в районе, вот я говорю, где это нефтезавода, там нужно делать. Но если предприятие рухнуло, и ничего там не остается, а собственник непонятно где живет, и готов продать эту территорию под что угодно, здесь мэрия должна строго следить, чтобы никакие там не появляются высотки, которые и так будут блокировать жизнь обмечения, и должны появляться там дополнительные торговые центры, которые никому не нужны, и рядом их куча стоит. Я говорю, что мэрия должна проводить жесткий контроль. Не соглашательскую политику, а жесткий контроль. Мы сегодня очень много говорим о собственниках. Действительно, очень часто этот вопрос тормозит решение проблемы. Мы сейчас прервемся на рекламу, а после нее узнаем, как с этой проблемой пытаются бороться в Москве. Мы не будем рассказывать вам, сколько стоит рекламный ролик. Идея, сценарий, раскадровка локаций, реквизит, актеры, костюмы, грим, режиссура, свет, звук, съемка, декорации, монтаж, графика. Мы просто снимем вам рекламу за 1 рубль. Продвижение – уникальное предложение. Качественный рекламный ролик за 1 рубль. Подробности на 1рубль.тв. Вы смотрите программу «Урбанизация». Сегодня говорим о промышленном апгрейте. Итак, проблема с собственниками. Очень часто тормозит развитие промышленных территорий, неиспользуемых. И вот в федеральном Минстрое думают над решением этой проблемы. Они разрабатывают закон о реорганизации промзон и планируют влиять на тех собственников, которые не развивают территорию, а продавать ее соглашаются только за очень-очень большие деньги. Да, действительно, это так. И целью законопроекта является как раз разработать порядок, в соответствии с которым можно было бы принимать соответствующие решения о развитии этой территории, разрабатывать необходимые документы о развитии территории и их реализовывать. Но при этом такой порядок, мы ставим свою задачу, он должен учитывать как частные, так и публичные интересы. Собственники будут наделены правом согласиться или не согласиться с тем предложением, которое им будет сделано для того, чтобы в дальнейшем эта территория получила развитие. Никаких изъятий не планируется. Есть различные механизмы. Один из механизмов – это инвестор делает предложение собственникам. И в случае, если собственники соглашаются, то инвестор осуществляет выкуп по цене, которая определится по результатам некоего торга. То есть цена будет увеличена на тот процент, который по результатам вот этого вот торга будет определен. Мы сейчас как раз работаем над этим законопроектом. Пока сложно назвать сроки, но, вероятно, это будет в течение этой сессии законопроектной. Поможет ли решить эту проблему, да, вот такое влияние из центра? По крайней мере, это поможет работе и мэрии, и правительству Омской области, естественно, работать с теми территориями, которые в настоящее время, ну, вот, так скажем, депрессивны. Вот такой закон, конечно, необходимо принять, где четко должно расписано, что мы даем владельцу этой земли, хозяину, как его угодно можно назвать. Но единственное, в этом законе должно быть, конечно, прописано, что дальше будет на этой земле. Не так должно получиться, что мы забрали, отдали мэрию, а потом пришел следующий какой-нибудь ловкач и построил там, что захотелось. Этот законопроект, на самом деле, пролоббировали в Москве клуб инвесторов там есть, которые вот активно желают осваивать эти территории. У нас все-таки не Москва, у нас нет такого количества инвесторов. Мы как-то их привлекаем? Что вот со стороны мэрии в этом направлении делается? Ну, преференции могут быть только в том, чтобы ускорить процессы согласования. Ну, пожалуй, все. Андрей Николаевич, у нас в Омске вообще есть перспективы для развития таких небольших наукоемких производств, которые могли бы зайти на эти предприятия, могли бы каким-то образом их спасти и тем более дать еще и стимул для развития экономики города? Я думаю, что нет. Одной простой причине. То есть, Омск всегда был славен своей промышленностью, ну, в части нефтеперерабатывающей, оборонным комплексом. Так исторически сложилось. То есть, с наукой, именно инвестиционным развитием, развитием именно научных направлений, это был всегда традиционный Новосибирск, Академгородок, это Томск со своей достаточно серьезной научной школой. Они так и остались. К сожалению, мы упустили то время, когда можно было развивать научный потенциал города Омска. Если мы говорим о развитии новых производств в принципе и приходе какого-то инвестора, то, естественно, промышленный, ну, если это инвестор промышленный и хочет построить новый завод, то те территории, которые мы говорили сегодня, они не задействованы, та же мебельная фабрика, близко расположенная к центру, естественно, завод строить там никто не будет. Соответственно, мы говорим о том, что это нужно строить на тем самых промышленных площадках, на южном районе нефтезавода или еще чего-то. Но сегодня тенденция, это она и есть. Тут не надо особых усилий мэрии, там свободные территории. Заходи и строят. Ехать от города на 5 километров, и у нас поля бескрайние. Проблема вот эта, она здесь не решится в городе никогда. Промышленное производство здесь мы уже, ну, мое убеждение, не возродим никогда. Если мы говорим о инвестиционных каких-то направленностях, о кластерах промышленных, то, что у нас в рамках программы развития города Омска, в Омской области прописано, то здесь действительно нужно использовать тот потенциал и те территории, которые сегодня есть в рамках существующих промышленных зон. Тот же действительно телевизионный завод или ПОРТИШ, там есть возможность этим всем заниматься. Не надо ничего строить, нужно просто облагородить и туда людей пустить, которые могли бы. Но это должна быть целевая политика. Люди должны понимать, инвесторы, чего они придут сюда в Омск, и что они в конечном итоге получат. Конечно, из города есть возможность, все производства нужно выносить. Пример хороший Екатеринбург, где все, что было, практически вынесли за пределы города. Это общемировая практика, и этим нужно заниматься. Сейчас в Европе тоже очень большое количество таких уже пустующих промзон, которые они пытаются использовать не по прямому назначению. Они там делают не офисы, а очень часто преобразуют в, допустим, арт-кластер. Вот предлагаю материал. Ну, как вов тут. Да, да, да. Предлагаю материал из Хельсинки посмотреть на эту тему. Основателю финского кабельного завода такое вряд ли и присниться могло. В цехах, где полвека назад делали телефонный кабель, теперь все с ног на голову. Искусство в промышленных масштабах. Цирк, да и только. Впрочем, осваивают пять гектаров бывшей промзоны не только циркачи. Места хватило и художественным школам, и танцевальным студиям, и музеям, и галереям, даже радиостанции. Здесь ставят спектакли, проводят выставки, концерты. А в декабре в стенах бывшего завода впервые удалось организовать крытый рождественский рынок, где места для продажи выделили современным мастерам-ремесленникам. Большая, долгая ярмарка и относительно недорогая, если брать время и стоимость. А сколько стоит участие? Ну, 500 евро примерно на 12 дней. В принципе, это недорогая. 450 мероприятий в год – результат промышленного апгрейда, превратившего кабельный завод в культурный центр. Кабельный завод – это скорее социальный проект. Наша задача – сделать жизнь людей в Хельсинки интереснее. Такие помещения располагают к творчеству. Их легко трансформировать. Тут и мототрек можно построить. Они позволяют делать то, что в других местах просто невозможно. Мы тут фейерверки даже запускали. Культурным центром кабельный завод стал в 1991 году, когда компания свернула производство и продала помещение городу. Этот промышленный объект был проблемой для города, потому что требовал ремонта, а он слишком дорого обошелся бы бюджету. Нашей организации этот комплекс-город дал бесплатно, при условии, что мы не будем обращаться за финансовой помощью. Ремонт мы делаем за счет арендной платы. Он еще продолжается. А за счет прибыли, которая останется, мы сейчас ремонтируем еще одно похожее здание. Новой финской достопримечательностью теперь считается и бывшая скотобойня. На этой территории сейчас центр гастрономической культуры. Хотя заняли ее не только рестораны, но и производство. Буквально вчера мы сделали этот виски, будем продавать его в бочках. Три года он будет храниться в бочках, только потом разольют по бутылкам. Ирландца Симуса, который наладил здесь производство виски, джина, кальвадоса, Финляндия привлекла качественной рожью, а Хельсинки условиями для работы. Арендная плата здесь гораздо дешевле. 10 евро за квадратный метр. В центре Хельсинки 100. Здесь у нас еще производство мороженого, макарон, обжарка кофе. Ремонт помещений, конечно, дорого обошелся нам. 15 миллионов евро. Лет через 8 это место окончательно преобразится. По замыслу организаторов оно станет сердцем нового района. Через 15-20 лет территорию вокруг застроят. Возведут 20 тысяч новых квартир. Я вот сюжет посмотрел, я не увидел очень большой разницы по сравнению с тем, что, скажем, у нас сейчас на территории бывшего электроточки прибора. Там также и арт-мастерские есть, и рестораны, и кафе, и офисы, и производства маленькие есть, в том числе и, скажем, ремесленнические. Андрей Николаевич, вам вот эта идея с лофтами, с перепрофилированием? Пришли люди, инвесторы с инициативами, со своими, которые готовы были вложить деньги, которые были готовы здесь что-то организовать. Вот проблема вся в этом. То есть должны быть те, кто придет сюда на это место и организует именно производство. Но их же все равно, я так понимаю, нужно как-то привлечь. Роль мы здесь вообще, в нашем месте города, ну и федеральное законодательство, я, к сожалению, не очень разбираюсь в распределении полномочий, создать те условия, при которых инвестор бы захотел сюда прийти, преобразовать ту самую мебельную фабрику заброшенной. Вот в такую лофту, в котором был бы цирк, в котором был бы там, не знаю, каток, в котором было бы там мотогонки можно было устраивать. Вот самая большая проблема. Где взять этого инвестора? Потому что они же готовы вкладывать деньги в Хельсинки с отбивкой через 10-15 лет. Мы, к сожалению, в таких условиях поставлены, что мы хотим получить прибыль сегодня, сейчас, очень быстро и большую. Виктор Александрович, вы как считаете, действительно нет инвесторов, которые готовы были бы вложиться в эти, скажем так, проблемные территории? Знаете, я вам скажу так. Мы сегодня для инвестора создали столько законов, что только очередь должна стоять уже в Омск область, практически освободив их уже от всех налогов. Но следующий шаг, это останется, чтобы мы им платили за то, что они пришли. Но инвесторов пока не предвидится. По той причине, что кризис, он очень жесткий идет в стране, свободных средств нет. И, конечно, в такое производство, что показывали нам сейчас сюжеты в Финляндии, навряд ли мы найдем какого-то инвестора. Я вам скажу, что даже не все более богатые и удачные страны могут это сделать. Я возьму, например, ФРГ, бывшие территории ГДР, которые присоединили к ФРГ, они сегодня все пустующие стоят, все заводы, все воинские части, все большие промышленные зоны, они все пустуют, заросли, и там уже невозможно скоро пройти и проехать. Там гигантские территории. Ну хорошо, но если мы говорим о том, что сейчас нет денег, чтобы реализовать какие-то интересные проекты, интересные задумки, может быть, есть смысл, скажем так, образно законсервировать эти территории? Вот, может быть, то, о чем говорил Виктор Александрович в самом начале, сделать там парк, да, то есть создать вот этот буфер для, ну, скажем так, следующих поколений, что если у нас нет средств, чтобы развивать промышленность, нет возможности, ну, может быть, она появится лет через 50, а когда появится, у них уже не будет возможности, потому что мы все отдали под застройку, мы все отдали под офисы, и просто поставить это производство в городе будет элементарно негде. Я думаю, вот как раз вопрос малых предприятий, которые сейчас практически по всему городу ищут, где бы приложить свои силы, где найти производственные помещения, это тоже, кстати, очень большой вопрос. Поэтому вот те территории, как раз их нужно развивать под технопарки, то есть это следующий этап, ну, скажем, после бизнес-инкубатора, или индустриальные парки. Подводя итог нашей беседы, что делать с этими территориями? Мы сегодня находимся в замкнутом круге. Не развивается промышленность, нет отчислений в бюджетах города и области. Нет отчислений в городе и области, нет источников для создания условий для развития промышленности. Поэтому путь здесь только один, я вижу, что здесь, ну, государство, я в этом широком смысле государство понимаю, включая мэрию областную и все, должны именно создаваться условия. Только так, только действительно понимать, какие территории могут быть потенциально использованы в будущем. На сегодня, наверное, действительно, это оптимальный вариант. Это договариваться с собственниками. Если нет какого-то внятного решения по дальнейшему использованию данной территории в интересах города и жителей города, то это консервация. Ну, не то, что консервировать. Консервация, это... Ну, это условно говоря. Да, это условно. Сохранить хотя бы. Сохранить, да. Там не нужно строить сегодня дома, не нужно строить торговый центр, нужно какие-то парковые зоны. Ну, то, что аварийное стоит, понятно, это нужно снести, чтобы оно не угрожало жизни наших жителей. То, что еще можно сохранить в каком-то виде, пускай оно сохранено под выставки, там, под росписи, под что угодно. Но не надо бездумно эти территории сейчас гробить торговыми центрами и какими-то микрорайонами. Не нужно этого делать. А придет время, да я не то, что может, я уверен в этом, придет то время, когда появятся и возможности у горожан будущих поколений использовать правильно эти территории. Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. Благодарю всех за участие в программе. По объемам промышленности Омск занимает лидирующие позиции среди городов России. Останется ли он в этап-топе через 50-100 лет? Вот главный вопрос. Это была программа урбанизации. Мы уверяем, у Омска есть перспективы. Главное обозначить их уже сейчас. Увидимся через неделю. Восстанавливать. Я за чистый город, за экологию, так что я считаю, нужно от этого просто избавиться. Ничего не делать. Сносить, наверное, если они просто так стоят, без пользы. Восстанавливать. Работать надо. Восстанавливать. Надо оживлять промышленность.